Всем привет ребята, добро пожаловать на канал Счастливый Кролик и сегодня мы играем в Блокс Фрутс. В этой игре вы можете занять одну из двух сторон, то есть или играть за пиратов, или играть за моряков. Я выбрал ребят играть за моряков. Мне конечно тоже сильно нравятся пираты, но так как я все-таки счастливый и добрый кролик, то я решил встать на сторону моряков. Ни в коем случае не хочу оскорбить пиратов, ведь пираты тоже бывают разные. Некоторые пираты даже намного добрее и честнее, чем некоторые моряки. Ребят, в этой игре нас ждет очень-очень много всего прикольненького. Ведь здесь даже можно выбрать стиль, в котором вы будете сражаться. Плюс вы можете купить лодку и путешествовать по разным островам и убивать там мобов. И также сражаться с новыми боссами. И в этом нам будут помогать предметы разной редкости, которые можно купить или получить, выполнив квесты. Также в этой игре есть фрукты. Каждый фрукт особен по-своему. То есть у каждого фрукта разные специальные возможности. Но об этом всем мы конечно же с вами поговорим позже. Потому что сегодня я играю первый день в эту игру. И еще только начинаю осваивать управление. И скажу вам одно, это управление не из легких. Но думаю еще пару деньков и все будет окей. Так что не забудь подписаться на канал, если тебе интересна игра Blocks Fruits. Потому что впереди тебя ждут новые увлекательные видео по этой игре. Ну что ребят, первым делом, когда мы попадаем на наш остров, мы должны подойти к лидеру моряков и взять у него квест на курсантов. Зачем мы это делаем ребят? Да чтобы прокачаться быстрее. Убивая моряков мы будем получать опыт и деньги. И плюс еще будем получать денежку и опыт от выполнения задания. Что очень даже прикольно. Набрав 10 левел, вам станет доступен новый остров под названием Джунгли. Но я еще чуть-чуть покачаюсь, прежде чем туда поплыть. Все-таки хочу прибыть на тот остров более подготовленным и сильным. Докачавшись до 13 уровня, я решил распределить свои характеристики вот таким вот способом. То есть кинуть на ближний бой, на защиту. Я не знаю зачем я кинул на меч, оружие и Blocks Fruits. Ребят, напишите пожалуйста в комментариях. Может кто-то из вас уже давно играл в эту игру и подскажет мне, как лучше распределить свои статистики. Ну что, а мы отправляемся на следующий остров. Чтобы попасть на следующий остров, просто нажимаем на компас и он нам покажет дорогу. Потом бежим вот к этим NPC-шкам и покупаем у них лодку. Я возьму шлюпку бесплатно, не хочу пока тратить ни одной копейки. Ведь вначале лучше разобраться, на что же можно потратить эти деньги. Ну что, садимся в нашу шлюпку и погнали. Впереди нас ждет новый остров Джунгли. Посмотрим, кто нас встретит там и кого мы там будем мочить. Ну что, ребят, вот я и прибыл на этот замечательный остров Джунгли. Я продолжаю бежать по компасу. Посмотрим, что меня там ждет. А этот остров даже очень красивенький. И что я вижу? Я вижу одну обезьянку. Ха, значит мне придется здесь драться с обезьянками. Кролик против обезьянок. Супер. И вот мы подбегаем к этому путешественнику. И он нам тоже дает задание. Есть разные задания на обезьян, на гориллы и на король горилл. Я думаю, короля горилл мы пока не подтянем. Да и горилл, наверное, тоже. Так что начнем с обезьянок. Все будем делать по порядку. Где я видел обезьянку? А вот и обезьянка. Ну что, давай сразимся и посмотрим, кто кого. Да, эта обезьянка будет посильнее, чем наши курсанты с первого острова. Ну хорошо, что мы подготовились и сможем ее одолеть. Да, она меня почти и не пробила. Давайте же найдем еще одну обезьянку. Всего нам надо их убить шесть. О, а по пути мы нашли сундучок с деньгами. Что даже очень и очень хорошо. И вот я уже вижу следующую обезьянку. Погнали. И мы ее уже почти нокаутировали. Да, ребят, обезьянок мы мочим в легкую. Они даже у меня почти не забирают здоровье. Добиваем последнюю шестую обезьянку. Еще пару ударов. И супер, получаем кучу очков опыта и денежку. Очень прикольно, ребят. И опять компас рекомендует нам задание у путешественника. Пойдемте же возьмем еще раз задание. Я возьму еще раз квест на обезьянок. Но прежде чем мы пойдем их опять мочить, я распределю свои статистики. И кину еще чуть-чуть на ближний бой, чтобы бить сильнее. В общем, раскидал я еще парочку обезьян и прокачался до 19 уровня. А тем временем мне подарили вот этот прикольный фруктик. И у этого фрукта странное название. Пружина. Наверное, когда его съем, у меня появятся какие-то способности, связанными с пружинами. Ну, я так думаю, логически. В общем, этот фрукт мне подарили вот эти вот ребята. Они тут так прикольно мочатся. Устроили свою дуэль на фруктах, что очень-очень прикольненько. Ну, давайте съедим фрукт и уже посмотрим, что же произойдет. Так, выберем съесть. Фрукт съеден. Все. Очень было вкусно. И да, вот у меня появилась пружинка. Я потом обязательно в ней прокачаю мастерство. Ну, а пока мы взяли квест на горилл. И пойдемте же помочим этих горилл. Они уже должны быть посильнее, чем обезьянки. Гориллы находятся вот на этом острове. Надеюсь, я смогу их легко одолеть. И давайте же посмотрим. Вот и наша первая горилла. Ну, да, в принципе, в принципе, мы ее мочим, мочим. Побегаем чуть-чуть и опять помочим. Так, сосредоточимся. Управление, конечно, надо попривыкнуть к нему. Так, и мы замочили нашу первую гориллу. Погнали, вторую еще замочим. Всего нам надо замочить 8 горилл, ребят. И мы получим аж целых 4500 тысяч опыта и 1200 баксов. Очень прикольно. Ребят, когда вы дойдете до 20 уровня, вам откроется новый остров. Но я не хочу еще покидать этот остров в джунгли. Потому что у меня есть еще одна миссия. Я хочу завалить вот того вот короля горилл. Вот он, вот он стоит, ребят. С собственной персоной. Очень опасный и страшный. Но пока я не рискну на него прыгать. Вначале я еще поделаю квестики на горилл. Я, наконец-то, начинаю вливаться в тему. И начинаю использовать резвый удар игром земли. То есть, мое мастерство. И очень прикольно. Так намного проще мочить этих горилл. Такими темпами я чуть-чуть подкачаюсь. И смогу уже бросить вызов королю. Хм, интересно. А он догадывается, что я за ним наблюдаю? Или нет? Я совсем рядом. Тем временем, ребят, я уже прокачался до 30 уровня. И мне доступен новый остров. А я еще все нахожусь в этих джунглях. Так что, наверное, уже пришло время кинуть вызов королю горилл. И вот этот долгожданный момент. Наконец-то я беру квест на короля горилл. Я уже 32 уровень. И поэтому думаю, что его одолею легко. Тем более, за него дадут 2000 баксов и 9500 опыта. Очень классненько. Ну что, погнали. Посмотрим, сможем ли мы завалить этого короля. Я, конечно, в принципе, даже не сомневаюсь, что мы сможем его наказать. Так, я уже на острове. Ну, пойдемте посмотрим, что ожидать от тебя, король. И на что ты способен. Я уже встал в стойку. На! И первый удар за мной. Давайте побегаем, пофинтим чуть-чуть. И все будет нормальненько. И еще удар. Что это он делает? Он стучит по земле и такие волны разлетаются. Очень прикольный ты, гореленыш. Так, осторожненько, осторожненько. Не, он мне все-таки... А, ничего себе! Вот это ты меня пробил. Надо аккуратненько быть. Все-таки он не такой слабый, как кажется, ребят. А я уже на 32 уровне. И вот я чуть-чуть замешкался. И он мне накидал сразу просто. У меня меньше 100 хп уже. Очень опасно. Очень-очень опасненько. Надо побегать и выиграть время. А то мы так долго не протянем. И вместо того, чтобы мы наказали короля, он нас накажет. Чего я вообще бы не хотел. Так, он что-то остановился. Он подумал, что мы ушли, что ли? А, нет, вот он. Ничего себе у тебя ударчики. И у меня опять меньше 100 единиц здоровья. Так, все, кролик, соберись. Так нельзя дальше. Надо его бить медленно, но уверенно. По чуть-чуть. Так, надо восстановить здоровье. Опять он со своим суперударом прикольненьким. Но я уже держусь на расстоянии. Ничего себе. Очень опасненько. Так, у меня, подождите. Ой-ой-ой-ой. Я что-то запутался в кнопках даже. Как я переживаю? Ну ничего, все-таки я думаю, смогу его замочить. Так, мы уже почти половину одолели. Почти половина пройдена. Классно. Главное вот так держать ритм чуть-чуть на расстоянии. Успевать восстанавливаться и стучать его. Что это было? Кто это? Ты моего короля замочил. Ребят, он замочил и смылся. Вот это прикол. Я тут пыхчу, стараюсь. Он пришел одним ударом. И все. И нет короля. Вот такие вот дела. Ну нет, ребят. Я хочу все-таки его сам замочить. И поэтому сейчас еще раз прибегу и попробую сам замочить его. Ну что, и вот мой второй шанс. Вроде пока рядом нет ни одного супергероя, чтобы тебе вынести с одного удара. И поэтому начнем сражаться один на один. И вот так мы уже нанесли ему первый удар. Надо аккуратненько, главное, бегать, чтобы он нас свой супер не поймал. Да, и он поймал нас в свой супер. Все-таки не такой ты и простой король горилл. Но ничего, сейчас потихонечку мы тебя разберем на части. Опять я попался в его супер. Да что ж это такое-то? Надо сосредоточиться. Еще чуть-чуть. Так, по-моему, сим чуть-чуть пробежим сюда. Давайте соберемся. Вот он использовал супер. И сейчас время атаковать. Вот так тебе. Ай, зря использовал я, конечно, гром земли. Надо было чуть-чуть подождать, чтобы он был ближе. Так бы ему больше урона нанесли. Так, отлично. И пох, опять. Вот так вот, такой тактикой мы уже почти сбили ему половину здоровья. Опять попадаем в супер. Что ж это такое-то? Надо сосредотачиваться. Супер. Пробили его хорошо. Так, побегаем, побегаем. Еще раз. Укусили и отбежали, так сказать. Отлично. Он уже почти, ребят. Почти, почти. Чуть-чуть осталось. Сейчас он еще раз супер использует. И все. Теперь моя последняя супер атака. Иди сюда. Все. Круто, ребят. И вот так я его замочил один на один. Очень прикольно, ребят. Если вам понравился этот бой, не забудьте поставить лайк. Я очень старался. Ну что я вам скажу. Теперь я могу с чистой душой и совестью покинуть этот остров джунгли. Мы здесь все выполнили. Обезьянок раскидали. Горилл наказали. Ну и короля горилл мы тоже замочили. В общем, весь лес поставили на уши. Ну что, ребят. Я думаю, чтобы не затягивать видео, я уже в следующем видео покажу новый остров. И расскажу чуть-чуть больше о фруктах и вообще об этой игре. Так что, если тебе понравилось это видео, не забудь подписаться на канал Счастливые Кроли. Поставить лайк и колокольчик. А также оставь свой комментарий. Ну что, ребят. Увидимся в новом видео. Всем добра. Пока-пока.